приветствую всех владельцев русской механики сегодня вам расскажу про выбор кофра на что следует обратить внимание и какой кофр установлен у меня ну первый несомненный плюс который мы при этом получаем это закрываем вот этот бардачок вот который якобы они сделали водонепроницаемым но на самом деле это не бардачок вот а просто сборник грязной воды вот я здесь внизу у него просверлил сразу отверстие чтобы та вода которая сюда попадала вот сливалась вот у меня как-то он был без отверстий где-то полгода вот и веду ну что-то у меня там булькает оказалось у меня там пол-литра воды булькает в этом бардачке вот привет заводу почему берпи может это сделать а вы не можете у нас что нет технологий чтобы сделать герметичный бардачок и так продолжим наше повествование что кофр от компании г.к.а. у меня установлен значит это самый бюджетный кофр который можно установить на наш квадроцикл есть еще там всякие разные фирму фирмовые там до 40 тысяч доходят кофры вот но этот стоит 8000 рублей вот особенность этого кофра то что он открывается вот здесь и от пассажира вот самое главное что должно помещаться в этот кофр как я считаю что два шлема смотрите вот если вот два шлема помещается нормально то в принципе все закрывается еще чуть-чуть место остается вот потому что они бывают всяких разных форм вот и получается он там такой сякой а в итоге короче шлем туда не нет и сам не поставишь вот здесь вот ручка бывает там там типа для пассажира удобней вот но вообще вот эта вот штука вот это вот она бестолковая вот здесь вот все вот вот это вот вся часть и особенностью сюда что-то еще будет выпирать туда ничего не поставишь ничего не влазит блин вот все что нормально влазит это влазит вот в это вот вот в ровную часть вот вот сюда все что влазит вот а вот эти вот кармашки это все дохлый номер вот смотрите получается у этого кофра есть уже спинка мягкая вот и вот такие вот замочки петельки они с ключами вот если вы куда-то уходите можно закрыть на ключик и просто так он уже не откроется я этот ключ прицепил вот так вот на свои ключи от квадроцикла и когда мы закрываем но я там обычно шлема кладу раз закрыли уже не откроешь нету конечно после против лома нет приема можно защита от дурачка есть вот кофр очень просто установки вот если кто не использует прицеп можно спилить вот это вот рамочку хотя тут в кофре уже даже есть и выемка под эту рамочку в общем в принципе он подходит практически на 80 процентов к этому квадроциклу вот и про что про рамочку то спилить ее вот выдвинуть назад вот и тогда мягкую вот это вот подушечку можно будет снять использовать подушку квадроцикла нашего поэтому я сделал следующее значит вот наша по здесь вот подушка пассажира вот я у нее просто отпилил спинку вот и спинка осталось получается вот здесь у на кофре сама мягкая вот и все тут уже все нормально встает тут место хватает вот сейчас не буду застегивать вот так покажу просто так что вот такие вот дела я думаю с это самый оптимальный вариант вот почему я выбрал чтобы открывался есть открывается с той стороны кофры то есть оттуда мне показалось что когда вы вот в грязи ковыряетесь да и надо кофре там достать дополнительный там трос вот либо что-то там из кофра передать кому-то да то проще отсюда его открыть чем спускаться с квадроцикла идти вот сюда вот и здесь его открывать а тут может быть там грязь лужа вода вот может вы заехали как некоторые любят по самую приборную панель чтобы вот здесь уже вода была вот уже кофру плыть придется вот так что делайте приобретение правильно руководствуетесь моими советами читайте в интернете компания гк в принципе адекватные цены ставит на свою продукцию вот так как я не делаю рекламы поэтому никаких ссылок давать на этот кофр не буду вы просто можете сами вбить гк кофры вот и наверняка в вашем городе найдется представитель компании который которую вы приобретете со скидкой там ну как договоритесь уже вот так что всем удачи на бездорожье всем пока